Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Девочки, давайте так, очень по-разному относятся к вот таким видео и разные реакции бывают. Я хочу немножко пояснить, если кто-то как-то заблуждался, сомневался. Смотрите, я какие-то истории, я могу комментировать, я об этом говорю в видео, слушайте внимательно, да, от меня, как от Гали, как от человека, как от личности, как просто, ну просто как от женщины в конце концов, да. Вот была история девочки, которая, видео называется «Как я не вышла замуж». Это моя личная история, которую я рассказываю, как я когда-то соскочила с отношений, почему я это сделала, и там воудушевляла девочку, говорила, что там ничего страшного нет. В общем, посмотрите видео, ссылку оставлю под видео. Это мое личное отношение, моя личная история, я там даю свой личный какой-то совет, основанный на моем личном опыте. Какие-то истории, где какое-то зависимое поведение, психические проблемы, отклонения, когда человек конкретно спрашивает помощи как бы психологической, я об этом в видео тоже говорю. Сегодня я даю консультацию, скорее всего, да, рекомендацию какую-то. И когда в видео вопрос «Как вы думаете?», это в общем в вопросе в самом видео существует, да, этот запрос. Я работаю от запроса человека. И еще бывает, когда как житель Турции в плане отношений мужчина-турка, менталитета, особенности турецкие, это тоже отдельные другие видео бывают. И когда я говорю свою личную оценку какую-то, я вправе дать совет, как меня как блогера, как девушку, да, спрашивают. Не надо здесь приплетать, а психологи советы не дают, а это не профессионально, это не... еще что-то такое. Я это всегда поясняю, и где-то я говорю от своего личного лица, от запроса человека, да, зависит. Так что слушайте внимательно вопрос, который в видео звучит, собственно. Я поступаю так, как от меня этого ждет человек, который задает вопрос. Вот и все. Я не несу какую-то отсебятину, если об этом не спрашивали. И не надо сомневаться как бы в какой-то профессиональной компетенции, говорить, что ты неправа так делать не можешь. Ну, потому что, блин, видео было, в конце концов, просто, скорее всего, не об этом в этот раз. Поэтому я себе позволила дать чего-то личного. Ну, давайте сегодня о истории девушки. Она очень типичная, я считаю. Это будет хороший пример для девочек, которые в отношениях каких-то. Ну, в общем, сейчас все это поймете. Это сегодня история русско-турецких отношений. И комментарии свои буду давать, как житель страны, в Турции. Сейчас это все увидите. Добрый день, Галина. В первую очередь хочу поблагодарить за ваш блог. Вы даете очень много полезной информации. Благодаря вашим советам и видео с каналом мне удалось избежать депрессии, за что я вам бесконечно благодарна. Жаль, конечно, что я познакомилась с вашим каналом, когда мои отношения с турецким мужчиной были закончены. Если бы это знакомство произошло раньше, я не сделала бы многих ошибок. Расскажу вам свою историю. Возможно, она будет интересна для ваших подписчиков. Итак, до момента знакомства с Юсуфом у меня вообще не было опыта общения с турецкими мужчинами, их менталитетом. Я не знала их особенностей, их темперамент и так далее. Турция для меня была просто страна на карте. На отдых в Турцию я никогда не летала, потому что предпочитала путешествовать в другие страны. Но в силу сложившихся обстоятельств в 2018-м я все-таки улетела отдыхать на майские праздники в Турцию на 7-дневный тур с мамой вдвоем. Выбор пал на Анталию. Со слов туроператоров, это время года в Анталии. Тепло, красиво, солнечный отель был недалеко от города Сиде. Прилетели мы с мамой, заселились, погода, природа, море, все было хорошо, все нравилось. Директ моего инстаграма был завален сообщениями от разных непонятных мне мужчин, которые я просто удаляла или блокировала. У меня типичная славянская внешность. Светлая кожа, голубые глаза, блондинка. Теперь я понимаю, почему у них такой интерес восточных мужчин был к моей персоне. Но на одно сообщение я все-таки ответила. Это был он, Юсуф. Он написал, что видел меня в ресторане, куда мы ходили с мамой кушать. И хотел бы познакомиться со мной, прислал свою фотографию. Ответила я на его сообщение, потому что оно было единственное, в котором не было пошлости, непристойных фото, гадких каких-то предложений и прочей грязи. Ну и молодой человек на тот момент был мне симпатичен. Так заявилась переписка. Юсуф работал шеф-поваром кондитерских изделий в том отеле, где мы жили с мамой. В один из вечеров мы встретились с ним, гуляли вдоль моря, разговаривали. Он красиво ухаживал, красиво говорил, смотрел на меня с любовью и теплотой. Был добрый, заботливый, внимательный. Каждый день, когда мы с мамой приходили в ресторан-отель, он выходил в зал, сводил с меня глаз, а вечером мы гуляли с ним где-нибудь недалеко от отеля. Потом я возвращалась в свой номер, а он шел домой. Живет он в Манавгафте с родителями, старшим братом. Мой отпуск закончился, я вернулась домой в Казань. К нашему знакомству относилась как к приятному стечению обстоятельств. Голова у меня была на плечах, как говорится. В облаках я не летала, от любви и страсти с ума не сходила. Дорога вошла в свой обычный образ жизни. Дорога, работа, дом, встреча с подругами. Но общение с Юсуфом не прекратилось. Он попросил мой номер телефона, стал звонить, писать в WhatsApp. Инициатива общения исходила от него. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что упустила первый сигнал, на который мне нужно было обратить внимание. На его аватарке WhatsApp была фотография, где он рядом и с ним какая-то девушка. Милая, молодая, симпатичная. В своем первом сообщении он мне написал, что на фото его кузина. Я привыкла доверять людям, поэтому поверила. Летом, в июне месяце, я с подругами, коллегами по работе решила поехать отдыхать в Баку, а потом в Стамбул. Юсуф сказал, что тоже приедет в Стамбул. Приехал, несколько дней мы с ним были в Стамбуле, гуляли, он показывал достопримечательности. Потом его вызвали на работу, я поехала с ним. Мы жили в отеле в городе Манавгав. Днем он уходил на работу, я была в отеле. Вечером проводили все время вместе. Ездили куда-нибудь, ходили ужинать и так далее. Спустя неделю мне нужно было возвращаться в Казань. Он меня провожал в аэропорту, сказал, что ему нужно уходить на военную службу, что сильно любит меня, что хочет быть со мной. У меня тоже к нему были чувства, мы попрощались, я улетела. Он ушел в армию. Во время армии общения наше, конечно же, не прекратилось. Сообщения, видео, звонки, фото. В январе 2019 года он взял отпуск увольнительный от армии, и мы встретились в Стамбуле. Служил он в городе Текерда, и романтичное время было. Текерда, кстати, это очень близко от Стамбула. Два часа ехать на машине, на автобусе, ну, может, два с половиной часа, это очень близко. Я уже сильно любила его, а он сильно любил меня, и я видела эти чувства. В Стамбуле он сказал мне, что хочет, чтобы мы поженились, когда служба закончится, то есть очень скоро. Что он обо мне сказал своим родителям, попросил, чтобы я немного выучила турецкий язык, потому что его родители не знают английского. Мы еще некоторое время, количество времени пробыли в Стамбуле, потом я улетела домой, он поехал домой на несколько дней, а потом вернулся в армию. Мы по-прежнему общались каждый день. Через какое-то время Юсуф попросил меня в долг деньги. Сумму озвучивать не буду, для кого-то она маленькая, а для кого-то, может быть, и большая. Деньги нужны были, чтобы он сделал себе загранпаспорт. Деньги я перевела. Он отслужил весь свой срок армии, и летом этого года вернулся домой. Домой стал работать. Говорил, что начал делать себе паспорт, что очень сильно меня любит, что скучает, что хочет приехать, что хочет, чтобы мы все были вместе, что хочет жениться на мне и так далее. Я тоже скучала, ждала его, любила. Время шло, он не приезжал. Объясняет о какими-то трудностями в получении паспорта. Потом он заболел, была операция, потом заболели его родители. Теперь-то я понимаю, что это были отговорки, и в тот момент я слепо верила ему. Мы все так же переписывали, звонков уже было меньше. Прошло лето, наступила осень. У меня было очень много вопросов и мыслей в голове. Подсознательно-то я чувствовала, что что-то идет не так. Вот знаете, беспокойство в душе, предчувствие беды. Мой внутренний голос говорил, что любящий человек себя не может так вести, и что любовь должна приносить только счастье, а не беспокойство и страдания, что в наших отношениях слишком много препятствий и проблем. Это и не только внутренний голос, здравый смысл. Вы очень правильно размышляли. Я уже перестала верить, что он приедет, и все меньше верила в то, что он действительно меня любит, потому что его любовь была только на словах, и никаких действий не было. Я очень страдала, что я его не вижу. В начале октября он женился, а я этого и не знала. Его инстаграме с Вадимных фотографий не было. Он все так же писал на сообщения с признанием любви. В декабре мне пришло сообщение в директ от его жены. Она написала, что они поженились в октябре, отправила мне фото с помолвки, с официальной регистрацией с ночи хны. Написала, что они очень счастливы, что с 16-го года у них любовь. И попросила больше не писать ему. И самое это удивительное в этой истории, что его жена, это девушка с фото, которую он, оказывается, назвал кузиной. Я не знаю, кузина она ему или нет, да и не важно это уже. Важно то, что он обманывал меня с самого первого и до последнего дня. Он мне еще писал в WhatsApp, говорил, что его семья заставила жениться, что он жену не любит, что очень сильно любит только меня, что никогда меня не забудет, что я первая девушка, которую он любит. И я попросила его не писать мне больше никогда. И заблокировала его в WhatsApp и Instagram. Потом у меня было очень тяжелое время. Время грусти, время страданий и время тоски. Время принятия этой ситуации. Время прощения себя и время прощения его. Я жила как робот, без сердца, без эмоций. Я не понимала, как он мог со мной так поступить. Спасали только ваши видео. Сейчас я его простила. Во мне нет злости к нему, обиды или негатива. Я очень любила его. Я ему верила, я ждала его. Я была честна с ним, я была счастлива с ним. У нас была красивая история любви. Я благодарна ему за те эмоции, которые он мне давал. Я его же не благодарна за то, что она написала мне. Иначе я бы так и жила во лжи. Иисус сделал свой выбор, конечно, и наши пути разошлись. Пусть живет долго и счастливо. А я родилась заново, через боль, через страдания, возродилась вновь. Все произошло к лучшему в моей жизни. Я знаю, что у меня будет все хорошо, и что я так же встречу своего человека, который никогда не откажется от меня и не предаст, не изменит, не обманет. Я в это верю. Благодарю вас за внимание. Письмо получилось длинное. Спасибо, что дочитали до конца. Буду благодарна за ваши советы или советы девушек, если вы снимете сюжет о моей истории. С уважением, Света. Света, что я тебе хочу сказать? Ну тут обсуждать нечего, что, как там. Очень гладко, шитокрыто он писал и говорил. Я хочу просто, скажем так, акцентировать внимание на то, чтобы вот ты как бы пример, да, свою историю написала. Спасибо за этот пример для других девочек, чтобы они были на стороже как-то, да, тоже присматривались своим ухажерам, которые им врут о любви. У тебя очень гладко, он все чисто было, особо ни к чему не придерживаешься, кроме вот этой фотографии на аватарке непонятной. И ты очень молодец, ты психически здоровый человек, у тебя нет никаких проблем, поэтому ты его отпустила, ты простила. Это все сама без помощи психолога переработала, пережила. И настроена теперь в позитивном ключе, слава богу, на новый лад, на новые отношения, к которым ты открыта. Ты очень грамотно все это пережила самостоятельно. Потому что нет никаких проблем. Ты здоровый человек, и я тебя хочу с этим поздравить, короче говоря. Это было тяжело, но ты очень грамотно и правильно все сделала. Очень правильный и грамотный вывод сделала, особенно это в конце письма читается. Я вот это девушкам хочу как бы отметить, чтобы они на это обратили внимание в твоем письме, или, может, еще нажали на стоп и перемотали, и послушали, почитали, что я там читала, что Света еще раз очень грамотно выводы, какие делала из отношений. По поводу его, ну да, блин, так бывает. И так бывает не только в Турции. В России дофига историй, когда у мужа две семьи. У меня знакомый такой есть. Я его просто, я перестала с ним общаться. У него были отношения серьезные с девушкой, параллельно с другой в другом городе. Он по работе просто летал туда-туда. И у него было, скажем так, две семьи. Красавчик вообще. Это вообще не новость какая-то, не история фантастики. Это очень часто встречается. Просто об этом не говорят, об этом особо не знают, фильмов особо не снимают. Ну, такое есть в реальной жизни среди нас. И для этого уезжать в Турцию не обязательно. По поводу него. Ну, короче говоря, он очень красиво все обстоял, ты очень хорошо это все поверила. Ну, отельный сотрудник. Ничего удивительного в его поведении нет. Просто, и как бы его характер, поведение некрасивое. Врун, лугун. Вот ему жене своей достался, пусть радуется, что у него такой гулящий муж, который извинял. И она, блин, на это соглашается изначально в отношения, вступать в брак. Ну, блин, это не очень хорошо. Нехорошая история, нехорошее начало для их семьи. По поводу него, ну, невоспитанный, неверный, нехороший мужчина, скажем так, да, который пользуется женщинами, очень красиво врет сладко. Это очень плохо. Я бы, вот, я не знаю просто, как его жена, даже турчанка, неважно, какая национальность. Это, в принципе, по человеческим качествам согласилась на брак с мужчиной, который знал, что он там ей изменяет, обманывает и все прочее. Это просто ужасно. Я бы хочу еще отметить историю. У моей знакомой такое было. У моего, вот так скажем, у моего друга жена. Она рассказывала о том, что она встречалась до брака с ним с турком. Она выходила замуж, жила в Турции, в Анталии, ну, год-полтора немножко. Когда ей лет, там, 20 было, она была зеленая, еще ничего не понимала и все прочее. Она родила ребенка. И вот мой друг, он воспитывает ее сына, как бы, как... Ребенок не знает, что это не его папа, потому что она с младенчеством. Она с ним рассталась, когда родила, вернулась домой. Но дело не в этом. Она познакомилась с сотрудником дискотеки, который был типа диджей. Вот она очень быстро с ней сошлась. Он все, все по турецким правилам. Быстро познакомил, быстро перевез, все, никаких проблем нет. Все было идеально. Но только он гулял. Он в Фейсбуке, у него все по работе, всякие знакомые, фотографии вот это вот все. Типа он такой весь популярный среди туристов. Это часть его работы. Она к этому так и относилась. Сидела дома, тупо ждала. А он гулял. Он писал в Фейсбуке, она вскрыла потом переписки в Фейсбуке, у него куча всяких баб. Он со всеми просто изменял ей направо-налево, когда был на работе. Это просто отвратительно. Вот. Он ее, по сути, быстро перевез, хорошо, красиво говорил. Если вы кто-то, скажем так, обращаете, акцентируете внимание, обращаете внимание на вот быстро ли он признается в любви, вот это вот тянет, не тянет, турецкий мужик, все прочее, лучше вы узнавайте этого мужчину не как он быстро вам делает предложение и как он красиво говорит, а сами узнавайте ее, свои чувства к нему оцените. Врет, не врет. Вот чувствуете вы эту ложь или фальш, или что-то тут несостыковочки, вот что-то у вас чуть-чуть начинается сомнение, обращайте всегда на это внимание. Не просто так у вас сомнения. У вас налет любви, розовые очки, но здравый смысл все равно на подкорочке-то у вас работает. И вот эти вот сомнения какие-то, повод обратить внимание на какие-то несостыковки, временные, какие-то ситуации, где-то так что-то не совпало, там всегда ключик, отгадка будет. У меня так знакомая, ну в России, не в Турции, не с турком это связано, она так знакомая, поймала своего парня на изменах. Он идеально все было, просто идеально. Он никогда никуда не отлучался, ну короче все. И просто случайно она увидела, она в телефоне никогда не шарилась, ничего этого не было, просто у него был в руках телефон, что-то, и она увидела в вызовах телефон без подписи, просто неизвестный номер телефона. Номер телефона есть, а кто это не подписан? Просто слово за слово. Ой, а кто это тебе, а что тебе звонили? Вот с этого началось. Она говорит, у меня прям в голове вот так вот щелкнуло, что-то здесь не так. Ну как, Маша, Таня там по работе, тетя, дядя, еще кто-то, Маша, Таня, в смысле там знакомые какие-то, да? А здесь не подписано. Мне просто стало, говорит, из глаз, это очень из листа всего списка, очень выбилось из глаз вот это вот все. Я, говорит, заметила такая, думаю, что-то нет, ну как, может быть какой-то, там, знаете, сервис-центр звонит, там рекламу предлагают, но там номера другие, не просто сотовые, да, номер, телефон. Она начала, а он, у него, говорит, такая реакция, он не ожидал, от этой неожиданности он начал палиться, он там начал ерзать и на нее катить, ее обвинять, да ты что, мне не доверяешь, вот это вот все. Я, говорит, поняла, что реакция его, его выдала, он слишком эмоционально отбивался от простых вопросов. Тогда она пошла наперекор, он сказал, так, мы с тобой прекращаем общение, я чувствую, что ты мне врешь, вот ты не хочешь, чтобы я в тебе сомневалась, приноси мне распечатку телефона оператора, кто тебе что звонил, покажешь мне этот лист, когда эти номера. Я, если один звонок был входящий от этого номера, без проблем, я извинюсь перед тобой, мы там будем дальше общаться, все забудется. Если я увижу, что на тебя периодически звонили, будем на эту тему общаться. Он пропал неделю, они поругались, он ее там винил, всяко-разно пытался на нее, чувствовал вины, нависал, она говорит, я прям, блин, типа чувствовала внутри, что надо стоять до конца. И вот до распечатки даже не дошло, он пришел, сознался, что там девушка, он за ней на работе, ухаживал, и она с ним в итоге рассталась, потому что это сомнение уже все, короче, тут все понятно. У девушки, она не цеплялась за вранье, не закрывала на что-то глаза, она то увидела, почувствовала, докопалась. И вот это вот ощущение, о чем хочу донести, вот с турками, даже когда все идеально вам там в WhatsApp пишут, вы там все встречаетесь, вовремя у вас все происходит в отношениях, маленькие зацепочки. Обращайте на них внимание, это ваше просто от затуманенного любовью рассудка, это звоночки здравого смысла. Вы это видите интуитивно как-то, по-женски вы это ощущаете, заостряйте на этом внимание, докапывайтесь, делайте грамотно. Если вас чувствует, что мужчина пытается переубедить, назвать там дурой, как-то глупой, на вас на весь чувство видно, что вы ему не доверяете и все прочее, забейте, не реагируйте, идите до конца, как танк, просто прете на эту тему, давите, вы докопаетесь до истины. Вот что вам скажу. Так что, я вам всем желаю, чтобы у вас такого не было. История Светы очень поучительная, вот она хотела, чтобы это было вам примером, и я Свету очень благодарна, что ее написала. Выводы ты очень хорошие, грамотные сделала. Я желаю найти действительно человека, который тебя будет любить, а он и будет. У тебя вот этот опыт уже за спиной, да, неудачный, да, больно, да, потребовалось время все это пережить, но тем не менее, ты сделала правильные выводы и благодаря этому негативному опыту ты уже в следующий раз будешь более придирчива, где-то на что-то обратишь внимание, вот на такие звоночки. Что вы думаете, девочки, в комментариях под этим видео? Света просила вас написать, ей советы какие-то дать, или выводы, поддержать просто ее. Буду ждать ваши комментарии, Света тоже. Спасибо за внимание, всем пока.